Вернуться к привычной жизни и укрепить иммунитет. На заседании оперативного штаба при губернаторе обсудили насущные вопросы. 17 февраля в области зафиксировано 124 новых случаев заражения коронавирусом. По городу выявлено 95 завалевших. 51 школьный класс закрыт на карантин и переведен на дистанционное обучение. Но все же пандемия начала сдавать позиции. По сравнению с ранней весной прошлого года ситуация улучшилась. Начиная с апреля, с марта месяца прошлого года, вся вот эта диаграмма того, как у нас развиваются события. Вы видите о том, что пик мы прошли. И пик приходится на начало декабря этого года, прошлого года. И сейчас идет такое вот достаточно существенное снижение. В медучреждениях Ульяновской области проводится вакцинация. Напомним, записаться на процедуру можно по телефону 122 через электронную запись на портале госуслуг или уже по старинке через регистратуру поликлиники. Стоит отметить, что ульяновцы активно посещают прививочные кабинеты. Находящиеся в группе риска пожилые люди охотно идут на укол. На данный момент больше трех тысяч их вакцинировали. Мы сделали первую аппликацию. Есть часть уже, кто прошел вторую аппликацию этой вакцины. Поэтому вопрос в этом отношении очень хороший. И больше 17 тысяч мы сейчас вакцинировали. Кроме ковида, существуют и другие, не менее серьезные заболевания. Чтобы выявлять недуги на ранних стадиях и проверять общее состояние здоровья, необходимо проходить диспансеризацию. В разгар пандемии эту программу приостановили, чтобы разгрузить медучреждения. Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на спад. Правительством Ульяновской области принято решение о возобновлении диспансеризации. Но обследовать ульяновцев будут осторожно с соблюдением мер безопасности. Первыми пойдут на медосмотры люди из благополучных районов по эпид-обстановке. Мы начинаем с тех муниципалитетов, где индекс распространения инфекции не более чем 0,85. То есть где ситуация не просто улучшилась, где она стабильна. Таких муниципалитетов у нас на сегодняшний день 10. Также будут разделены потоки пациентов. Для диспансеризации выделят отдельные дни бесплановых приемов. Стоит отметить, что и во время этих дней экстренная помощь будет оказываться как всегда. Старшее поколение планирует обследовать по утрам. Диспансеризацию запустят в конце февраля. Подготовка и выполнение всех правил будут контролировать в правительстве. Виктория Черкова, Герман Баранов, Новости Управды ТВ.